Качество сна зависит от характеристик трех составляющих палатки, спальника и коврика. Сегодня я помогу подобрать оптимальные комплекты для летнего туризма, если вы ищете бюджетный, универсальный или ультралайт вариант для любого региона. Привет! Меня зовут Кирилл, я гид-проводник силы территории, веду лекции, пишу статьи о снаряжении и походах, а теперь перейдем к разбору. Первый вариант для тех, кто хочет бюджетно летом сходить на природу и не ставит амбициозных задач. Наиболее комфортным будет набор на кеппинге или в непродолжительных походах по лесу. Итак, спальный мешок Vyran 120, палатка-сплав Jaguar 2 и плотный пенополиэтиленовый коврик или иначе каремат. Синтетический спальник в среднем размере весит 920 грамм и рассчитан на предельную температуру комфорта плюс 4 по Цельсию. То есть, летней ночью в лесу в нем будет не холодно. При этом, сам мешок компактный и относительно легкий. По сути, в большинстве походов общий вес рюкзака уменьшить можно только за счет спальной системы, а также за счет умения не брать ничего лишнего. Но редко легкие вещи в туризме бывают дешевыми. В данном случае компромисс. Спальники, рассчитанные на больше, чем лимит плюс 7, в моем понимании, просто для ночевки в домиках, но не в палатке. Конструкция палатки Jaguar 2, полубочка. Формат ласково прозван в народе гробик. Для двушки вес 2,3 килограмма вполне приемлемый, правда есть парочку но. Первое. Эта палатка хоть и двушка, но с одним не слишком большим тамбуром. Поэтому вдвоем там можно разместиться, но в длительных походах соседство в ней начинает раздражать. Да и размещать надувные ковры в ней не то чтобы удобно. Второе. Это низкая высота потолков, особенно для совместного использования вдвоем. Таким образом, палатка шикарна для одного или с ребенком, но точно не для двух габаритных мужчин. Зато из плюсов высокая ветроустойчивость, компактные размеры, продуманная вентиляция, а главное внутренняя часть пристегнута и ставится одновременно с внешними дугами. Такая конструкция особенно удобна во время дождя, ваше укрытие остается сухим внутри. Кстати, для обзора рассматриваю именно палатки двушки, потому что в них комфортно жить и одному. Можно поселить симпатичную персону, а вес в пределах адекватности. Ну, а к коврикам в наше время никого не удивить. Стандартный размер 180х60, при толщине 8 мм. Правда, вес 580 грамм, но и рвалю 1,2, что значит на коврике можно спать летом без страха замерзнуть. Итого, бюджетный комплект в среднем размере весит 3,8 кг. Для далеко не самых технологичных решений в индустрии комплект весит более чем достойно. Второй комплект я собрал таким, чтобы с ним можно было ходить сначала весны до глубокой осени. И главное, почти везде. Очевидно, что спать летом на берегу водохранилища он избыточен. Но, окажись вы на севере или в горах, вы порадуетесь, что взяли именно его. Начнем с палатки Занга 2. Вес 2 кг. Самостоящая конструкция и 2 полноценных входа с тамбурами. То есть, получается, что двум людям удобно пользоваться палаткой, да еще она просторная внутри. По-хорошему расценивать двойку с одним тамбуром – это полумера. Никакого личного пространства. В цене модель выросла прилично по сравнению с предыдущей моделью. Но это легко объяснимо. Гораздо выше класс ткани. Тонкий, но прочный нейлон с внешней силиконовой пропиткой и внутренней полиуретановой. Наличие сложного алюминиевого каркаса и классной фурнитуры, включая комплектный фунт-принт. Ну, это такая подложка под палатку. На мой взгляд, шикарная палатка по сочетанию многих параметров с конструкцией, навеянной из дальних стран. Ну, я бы в первую очередь рассматривал бы ее для среднегория, где еще редко встречаются шквальные ветра, а жара под утро не заставляет бежать из палатки с восходом солнца. Вентиляция в палатке рассчитана почти на круглогодичное использование, что на самом деле не совсем так, а по факту просто заставит вас внимательнее выбирать место для стоянки где-нибудь в тени кустов или камней. Перейдем к спальнику. Сплав Adventure Comfort. Так как я предпочитаю трекинг по горам, часто летом по ночам меня находит снег. Поэтому по мне идеальный спальник с температурным лимитом как раз в районе минус 6 по Цельсию. Я гарантированно не замерзну в нем, а главное он весит в среднем размере 830 грамм. Ну что за прелесть! Хорошо набитый 680 пухом в сочетании с теплыми швами великолепно греет не только тело, но и душу. Правильные утяжки, карманчики, липучки и внутреннее пространство янно продуманы адекватными людьми. Модель спальника популярна, поэтому с небольшими изменениями в конструкции серии Adventure выпускается в разных температурах комфорта и трех ростовках для людей разного роста вплоть до двух метров. Я показываю вам спальник с температурой лимита на минус 7 и уже более трех лет хожу с пуховым спальником на аналогичную температуру и умудрялся в нем спать и зимой, и летом в горах. А он до сих пор выглядит и греет как новый. Но мой спальник весит несколько больше, поэтому при случае обновления обязательно рассмотрю эту модель. И для любителей ходить в походы круглый год, конечно же, советую надувной коврик не было. Своим появлением он нашумел в туристических кургах. Еще бы, полноразмерный коврик 185 на 55, да по меняемой цене. Это значит, что даже на снегу он не будет морозить спину, а на камнях-горах заменяет ортопедический матрас, что позитивно влияет на качество сна. Ах да, вес 730 грамм. Тяжелее пенки, но изолируется в три раза лучше. Так что выбор, на мой взгляд, очевиден. Да-да, адепты синтетических спальников и карематов из пеноматериалов. Я рассчитываю, что именно вы накидаете комментариев под это видео. Как итог, универсальный комплект, в котором можно ходить где угодно и почти круглый год, весит 3,5 килограмма. Набор почти такой же тяжелый, как бюджетный вариант, но и замерзнуть с ним гораздо сложнее. А главное, с ним будет намного комфортнее. Ну а мы переходим к набору под названием Light. Говоря откровенно, формат Ultra Light не то чтобы достижим в нашей стране, но точно сложен в серийном производстве. Комплект рассчитан на скоростное путешествие летом в самых разных районах от Кольского полуострова до Камчатки. Начнем с палатки Splaw Phantom 2 с весом 1,9 килограмм. Оригинальная конструкция с установкой на одну дугу и трекинговые палки. По сути, это двуслойная палатка с каркасом в формате полубочки. У каждого из двух потенциальных жильцов личный тамбур, да еще и с куском футпринта. Торцевые стенки вертикальные. Этим хабовые палатки не могут похвастаться. Установка и растяжка за счет колышков. Внутренняя часть отстегивается изнутри, то есть установка в дождь исключает потоп внутри убежища. Единственное, что стоит отметить, где-нибудь на морском побережье вентиляции палатки будет недостаточно. Она рассчитана на более суровые условия. Как более легкую альтернативу можно рассмотреть палатку ВИК с весом 1,2 килограмма. И также установка на трекинговых палках. Далее возьмем пуховый спальный Гравитон Лайт. Выбор настоящих легкоходов. Предельная температура комфорта плюс 6. Лично я такое не слишком люблю, но если перед сном надевать всю походную одежду из рюкзака, то точно смогу выспаться в горах. Просто я предпочитаю спать в термобелье или вообще без него. Ну и медальки по легкоходству у меня никогда не было. Вы только представьте, спальник чуть тяжелее полкило. Возьмите в одну руку пол-литра воды, а в другую Гравитон Лайт. Ну пробирать же. Это запах спорта высоких достижений. Кстати, что удивительно, при таком весе у спальника даже есть теплые швы в районе груди, от шеи до колена. Также тепло обеспечивается достаточно плотной набивкой, пухом с филпауэром 850. Ну а еще у него веселенький желтый солнечный цвет, значит в нем сложно замерзнуть. Перейдем к ковру. Для этого комплекта отлично подойдет свежеиспеченный надувной ковер Vision. Весом всего 490 грамм. Этот легкий надувной коврик с тонким слоем утеплителя добавит комфорта из-за своей толщины в 7,5 сантиметров. И коэффициентом Рывалью 2,5. Спать на холодной земле будет комфортно, а главное мягко. В итоге вес комплекта чуть меньше 3 килограмм, что как будто бы и не слишком лайт на фоне остальных вариантов, зато набор получился вполне универсальным, но скорее на лето, чем для трехсезонного использования. Можно ли его сделать еще легче? Конечно. Допустим, палатка-однушка ВИК или гамак с тентом, а также коврик термокросс. При этом потери в комфорте будут незначительны. Можно удариться в радикальное легкоходство, но даже в нем найти замену спальнику Graviton Lite будет сложно. По итогу хочется добавить, что при выборе снаряжения в первую очередь руководствуйтесь назначением изделия. Самый легкий спальник не позволит вам адекватно выспаться в заснеженных горах, а экономия веса не всегда приводит к большому километражу за ходовой день. Так что желаю вам больше путешествовать, открывать для себя самые чудесные уголки нашей планеты под названием горы. Субтитры создавал DimaTorzok